В процессе труда человек подстерегает множество опасностей, связанных с производственным циклом, условиями производственной среды, состоянием самого работника и с множеством других факторов, сопутствующих трудовой деятельности. Вредным называется производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на работника может привести к его травмам. Потенциальные опасности производственной деятельности и условий труда, как правило, не реализуются, так как на производстве действует система обеспечения безопасности, жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, носящая название охрана труда. Охрана труда включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-дигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Техника безопасности – раздел охраны труда, в котором изучаются опасные производственные факторы и рассматриваются методы защиты от них. Правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, устанавливаются государственными нормативными требованиями охраны труда, которые обязательно для исполнения юридическими и физическими лицами, при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. Работодатель, в частности, обязан обеспечить Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. Приобретение и выдачу за счет собственных средств, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучения и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантию, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций. Работники, в свою очередь, обязаны соблюдать требования охраны труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. Работники должны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания или отравления, а также проходить обязательные медицинские осмотры. Ввиду многообразия производственной и трудовой деятельности, существует большое количество нормативных документов, устанавливающих требования охраны труда в конкретных отраслях промышленности или для отдельных категорий работников. Поэтому рассмотрим наиболее общие вопросы, касающиеся охраны труда и обеспечения безопасности на рабочем месте. Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов используются специальные технические средства защиты. Эти средства защиты могут быть индивидуальными и коллективными. Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты. К средствам индивидуальной защиты относятся средства защиты органов дыхания, одежда специальная защитная, средства защиты ног, средства защиты рук, средства защиты головы, лица, глаз, средства защиты органа слуха, средства защиты от падения с высоты и некоторые другие средства защиты. Перечень средств коллективной защиты весьма велик. К ним относятся средства нормализации воздушной среды, средства нормализации освещения, средства защиты от поражения электрическим током, средства защиты от воздействия механических факторов, средства защиты от воздействия химических факторов и многие другие. Повторю, это не право, а обязанность персонала правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. Механические опасности на предприятиях представляют собой движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные элементы производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции, острые кромки, стружка, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и оборудования, а также падение предметов с высоты. Характер механических опасностей зависит от особенностей производства и технологических процессов. К средствам защиты от воздействия механических факторов машин и механизмов относятся оградительные, предохранительные и тормозные устройства, устройства дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации, знати безопасности. В обеспечении безопасности труда большое значение имеет организация рабочего места. Верстак или стол, приспособления, инструмент, детали должны быть размещены на рабочем месте с учетом следующих правил. Ближе должны лежать предметы, которые требуются чаще. Нельзя допускать скученности предметов и их разбросанности. Каждый предмет должен иметь свое постоянное место. Нельзя класть один предмет на другой. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности при работе с ручным механизированным инструментом, который может быть источником тяжелейших травм из-за его высокой скорости, для которой быстрота реакции человека недостаточно, чтобы в момент аварии вовремя отключить привод. Механизированный инструмент включают только после того, как подготовлено рабочее место, обрабатываемая поверхность, а человек занял устойчивое положение. После завершения операции обработки инструмент должен быть отключен. Для того, чтобы избежать травм, необходимо руководствоваться следующими правилами. При работе с режущими и колющими инструментами, их режущие кромки должны быть направлены в сторону противоположного тела работающего, чтобы избежать травмы при срыве инструмента с обрабатываемой поверхности. Пальцы рук должны находиться на безопасном удалении от режущих кромок инструмента. Обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена в кисках или каком-либо другом зажимном приспособлении. На рабочем месте режущие и колющие предметы должны располагаться на видном месте, а само рабочее место должно быть освобождено от посторонних и ненужных предметов и инструментов, о которые можно зацепиться и споткнуться. Положение тела работающего должно быть устойчивым. Нельзя находиться на неустойчивом и колеблющемся основании. Нужно одеваться так, чтобы исключить попадание частей одежды под режущую кромку или на движущейся части инструмента. При обработке крупных материалов образуется факел частиц, вылетающих с высокой скоростью из под режущего инструмента. Поэтому, если на инструменте отсутствуют специальные защитные экраны, лицо человека должно быть защищено маской, а глаза – очками. При обработке вязкого материала образуется стружка. Она наворачивается на вращающийся инструмент, а затем, под действием центробежной силы, может отлететь и нанести травму. Поэтому образующуюся ленточную стружку нужно своевременно удалять с инструмента, предварительно остановив его. Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Для обеспечения электробезопасности применяют следующие технические способы и средства защиты. Недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением. Малые напряжения. Выравнивание потенциалов. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. И многие другие. Но технические меры сами по себе не могут полностью обеспечить безопасность, если персонал не будет знать и соблюдать требования безопасности при работе с электрическими приборами. А именно. Перед началом работы осуществить осмотр электрооборудования. Проверить комплектность и надежность крепления деталей. Исправность кабеля. Четкость работы выключателя. При обнаружении неисправности электрооборудования, или если работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена. Доложить руководителю и не эксплуатировать неисправное электрооборудование. Нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. Электрооборудование должно использоваться только по назначению. Не оставлять без присмотра включенное оборудование и электроприборы, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией. В теплом помещении нельзя включать сильно охлажденное оборудование до выравнивания температур. Запрещается Снимать средства защиты, Тянуть за подводящий провод для отключения, Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель, Ставить на кабель посторонние предметы, Допускать касание кабеля с горячими или теплыми предметами. На территории предприятия не следует ходить без надобности по другим подразделениям. Нужно обходить места погрузки и выгрузки, Не находиться под поднятым грузом, Не ходить в местах, не предназначенных для прохода, Не перебегать путь движущегося транспорта и других механических средств, Не заходить без разрешения за ограждение, Не открывать дверцы электрошкафов, Не прикасаться к электрооборудованию, К клеммам, арматуре, общего освещения, Не включать и не останавливать, кроме аварийных случаев, Машины, станки и механизмы, Работа на которых не входит в непосредственные обязанности. Для привлечения внимания людей, Находящихся на производственных общественных объектах и в иных местах, К опасности, опасной ситуации, Для предостережения в целях избежания опасности, Сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, Предписания или требования определенных действий, А также для сообщения необходимой информации, Применяются сигнальные цвета, Сигнальная разметка и знаки безопасности. Красный сигнальный цвет означает непосредственную опасность, Аварийную или опасную ситуацию, А также пожарную технику и средства противопожарной защиты. Желтый сигнальный цвет означает возможную опасность, Или опасную ситуацию, Предупреждение, предостережение о возможной опасности. Зеленый сигнальный цвет сообщает о нормальной работе оборудования, Нормальном состоянии технологического процесса. Им же обозначают пути эвакуации, Аптечки, средства по оказанию первой помощи. Синий сигнальный цвет означает предписание во избежание опасности, Требования обязательных действий в целях обеспечения безопасности, А также разрешение определенных действий. Сигнальные цвета используются для сигнальных ламп и таблов, Управляющих устройств для обозначения элементов строительных и иных конструкций, Узлов и элементов оборудования, Машин и механизмов, Ограждений, Знаков безопасности и т.д. Сигнальная разметка выполняется в виде чередующихся полос Красного и белого, Желтого и черного, Зеленого и белого, Сигнальных и контрастных цветов. Сигнальная разметка Наносится на поверхность строительных конструкций, Элементов зданий, Сооружений, Транспортных средств, Оборудования, Машин, Механизмов, А также на поверхности изделий и предметов, Предназначенных для обеспечения безопасности. Знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение Требований по обеспечению безопасности. Запрещающие знаки выполняются в виде перечеркнутой окружности красного цвета. Их назначение – запрещение опасного поведения или действия. Например, Запрещается загромождать проходы или складировать. Запрещается принимать пищу. Доступ к посторонним запрещен. Запрещается прикасаться. Предупреждающие знаки – желтый треугольник с черной каймой. Их значение – это предупреждение о возможной опасности, Осторожность, Внимание. Например, Радиоактивные вещества или ионизирующие излучения. Опасность поражения электрическим током. Биологическая опасность. Газовый баллон. Предписывающие знаки в виде синего круга. Эти знаки предписывают обязательные действия в избежании опасности. Например, Проход здесь. Работать в защитной одежде. Курить здесь. Отключить перед работой. Знать и пожарной безопасности – это квадрат или прямоугольник красного цвета. Обозначают и указывают места нахождения средств противопожарной защиты и их алиментов. Например, пожарный водоисточник, пожарная лестница, пожарный гидрант, звуковой оповещатель пожарной тревоги. Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения выполняются на зеленом фоне, квадратном или прямоугольном. Они обозначают направление движения при эвакуации, места расположения средств спасения и первой помощи. Например, Медицинский кабинет, Телефон связи с медицинским пунктом, Пункт обработки глаз, Средства выноса пораженных, Указательные знаки – квадратные или прямоугольные на синем фоне. Их значения – разрешение, указание, информация. Например, Пункт приема пищи, Питьевая вода, Место курения. Особыми знаками маркируются опасные грузы. Знак опасности представляет собой квадратный ромб, В нижней части которого указан номер класса опасности груза. К опасным грузам относятся вещества и предметы, Которые при транспортировании, Выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении Могут послужить причиной взрыва, пожара Или повреждения транспортных средств, Складов, устройств, зданий и сооружений, А также гибели, увечья, ожогов, Облучения или заболевания людей. При аварии, катастрофе или пожаре, В первую очередь необходимо как можно скорее покинуть опасное здание или территорию. Исключение составляет авария на химически опасном объекте, Когда выйти из зоны поражения уже невозможно, И придется укрываться во внутренних помещениях, Предварительно проведя мероприятие по дерметизации. Не паникуйте, сообщите о происшествии в дежурно-диспетчерскую службу. Наденьте при наличии средства индивидуальной защиты, По возможности остановите машины и оборудование, Отключите электроэнергию, Выведите пострадавших, Окажите им первую помощь. На опасных производственных объектах Работники должны знать порядок действий в случае аварии или инцидента. При возникновении аварийной ситуации Следует немедленно сообщить непосредственному руководителю, А при его отсутствии – диспетчеру. Принять меры по выводу людей из опасной зоны. При необходимости согласно плану или по указанию руководителя Отключить аппараты, установки, агрегаты и коммуникации. В установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии. Персонал опасного объекта должен знать местонахождение аварийных средств защиты, Средств оказания первой помощи и уметь ими пользоваться. При пожаре следует немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану, Задействовать пожарный извещатель, Включить стационарную систему пожаротушения. Быстро, без давки, покинуть здание по заранее изученному безопасному маршруту, Используя пути эвакуации, запасные выходы, пожарные лестницы. При пожаре и при угрозе обрушения никогда не пользуйтесь лифтом. Он является ловушкой, из которой оперативно выбраться будет нереально. При пожаре в Останкинской телебашне 27 августа 2000 года В лифте погибло три человека, пренебрегших этим правилом. Причем один из погибших был офицером управления Государственной противопожарной службы. При пожаре необходимо всеми способами защищаться от дыма, Являющейся основной причиной гибели людей. Несколько вдохов воздуха, насыщенного дымом, Могут привести к потере сознания. Поэтому дышать необходимо, используя наличие самоспасательной или через мокрую ткань. При образовании опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении, Лечь на пол и передвигаться ползком к выходу. Если выйти из здания уже нет возможности, Оставайтесь в помещении. Закрытая и хорошо уплотненная дверь на некоторое время защитит от опасной температуры и дыма. Во избежание отравления продуктами горения, Заткните щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью или заклейте скотчем. Вывести в окно кусок светлой ткани, Сигнализирующей о наличии в этом помещении людей. При невозможности использовать основные и запасные выходы вследствие задымления высокой температуры, Эвакуацию можно продолжать по пожарной лестнице Или использовать крепко связанные шторы или веревки. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное самоспасение связано с риском для жизни И допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. При спасении пострадавших из горящего помещения, Прежде чем войти туда, Необходимо накрыться с головой мокрым покрывалом, Пальто, квощом, куском плотной ткани. Отправляясь на поиски людей в задымленное помещение, Надо обязательно обвязаться веревкой. Второй конец веревки держит подстраховывающий человек. Дверь в задымленное помещение открывать осторожно, Чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. Один из самых важных вопросов, связанных с безопасностью, Является эвакуация из мест скопления людей. В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, Объемно-планировочные и инженерно-технические решения, Обеспечивающие в случае пожара Возможность эвакуации людей Независимо от их возраста и физического состояния Наружу, на прилегающую к зданию территорию До наступления угрозы их жизни и здоровью Вследствие воздействия опасных факторов пожара. При невозможности безопасной эвакуации людей Должна быть обеспечена их защита Посредством применения систем коллективной защиты. Услышав сигнал об эвакуации, Персоналу необходимо прекратить проведение всех работ. Старшему должностному лицу подразделения следует Оценить создавшуюся обстановку, При необходимости принять меры по обесточиванию оборудования, Сосчитать количество работников перед выходом из помещения, Без лишней суеты вывести людей Через ближайший основной или запасной выход на улицу, Немедленно пресекать все случаи возникновения паники. Эвакуировавшиеся из здания работники Собираются в заранее условленном месте На расстоянии не ближе высоты эвакуированного здания, Где старшие проводят подсчет И сообщают руководству о количестве эвакуированных и отсутствующих. Места сбора работников должны быть определены заранее. Практические навыки эвакуации в случае пожара, Аварии или катастрофы на производстве Отрабатываются при проведении ежегодных объектовых тренировок. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть Установлены необходимые количества, размеры И соответствующее конструктивное исполнение Эвакуационных путей и эвакуационных выходов. Обеспечено беспрепятственное движение людей По эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. Организовано оповещение и управление движением людей По эвакуационным путям, В том числе с использованием световых указателей, Звукового и речевого оповещения. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений Относятся выходы, которые ведут из помещений первого этажа наружу, Из помещений других этажей на лестничную клетку Или на наружную открытую лестницу И ряд других выходов, определенных нормативными документами. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать развяжные и подъемно-опускные двери, Вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы Различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, А также блокировать двери эвакуационных выходов. Запрещается устраивать в тамбурах выходов, сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, А также хранить, в том числе временно, инвентарь и материалы. Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, А также снимать их. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначаются специальными знаками. Знати направления к эвакуационному выходу размещаются на стенах помещений. Вот такие знати размещаются на лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. Указатель двери эвакуационного выхода размещается над дверями эвакуационных выходов. Над дверями эвакуационного выхода и аварийного выхода могут быть и такие знати. На дверях помещений могут устанавливаться знати для указания направления открывания дверей или для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей. При эвакуации из здания необходимо следовать на выход к месту сбора кратчайшим путем, руководствуясь планами и схемами эвакуации. Покидая помещение, следует закрывать за собой все окна и двери. Повторю, лифт использовать нельзя. После выхода не возвращайтесь назад. По прибытии пожарных подчиняйтесь их командам. В соответствии с федеральным законом о пожарной безопасности, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий. Основные требования пожарной безопасности содержатся в правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года номер 390 по противопожарным режиме. Приведем важнейшие требования указанных правил. Для каждого объекта разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности. Люди допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождение пожарно-технического минимума. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок, вывешиваются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. На объекте с массовым пребыванием людей, кроме жилых домов, а также на объекте с рабочими местами на этаже для десяти и более человек, разрабатываются и вывешиваются планы эвакуации людей при пожаре. Объекты обеспечиваются огнетушителями в соответствии с приведенными правилами нормами. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров. Использованные аптирочные материалы собираются в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены содержимое этих контейнеров удаляется за пределы зданий. На объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, варьки и другие подсобные помещения, а также хранить горючие материалы. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся горючих жидкостей. Устраивать в производственных и сладких помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов. 3. Эксплуатировать электропровода и кабели с видными нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями. 4. Применять нестандартные и самодельные электронагревательные приборы. 5. На объекте с массовым пребыванием людей, 50 человек и более, разрабатывается инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже одного раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 6. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системой предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 7. Основным юридическим документом в части организации предупреждения пожаров на предприятии является приказ об обеспечении пожарной безопасности. 8. В отношении каждого объекта его руководителям утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности, учитывающей его особенности, специфику производства и другие местные условия. 9. Возникновение пожара 10. Возвращение пожара возможно предотвратить соблюдением работниками установленных правил и требований пожарной безопасности на производстве. 10. В целях предупреждения пожаров необходимо 11. Не оставлять без присмотра электронагревательные приборы, электрочайники, камины и т.п. 11. Не хранить в помещениях сверхнормативные запасы легко воспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов. 12. Не курить и не пользоваться открытым огнем в неустановленных местах. 13. Не нарушать состояние электропроводки, не заклеивать ее бумагой, использовать ее для размещения каких-либо предметов, завешивать плакатами или одеждой розетки. 14. Проводить систематический контроль исправности защитных аппаратов и устройств на электрооборудование. 15. Постоянный надзор за эксплуатацией электроустановок и электросетей силами электротехнического персонала. 16. Не допускать хранения, транспортирования и содержания на рабочих местах огнеопасных жидкостей и растворов в открытых емкостях, в ведрах, открытых банках и т.п. 16. Соблюдать режим эксплуатации огнедействующих производственных установок и отопительных приборов. 17. Своевременно удалять промасельные обтирочные материалы и огнеопасные производственные отходы, специально отведенные для этого места. 18. Выполнять требования безопасности при работе с нагретыми до высокой температуры изделиями и материалами при сварочных и других огневых работах. 19. Обеспечивать надежную дерметизацию производственного оборудования и трубопроводов с огнеопасными продуктами и немедленное устранение неисправностей при выявлении утечек. 20. Предупреждать появление искровых разрядов статического электричества при обработке материалов или использовании жидкостей, склонных к электризации. 21. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запах гари, отблеск пламени, повышение температуры и т.п. обязан 21. Сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану по телефонному номеру 01 или 112. 22. При передаче сообщения четко и внятно назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. 23. Поставить в известность руководство, диспетчера или ответственного дежурного по объекту о наличии возгорания или его признаков, задействовать пожарно-ручной извещатель. 24. По возможности принять меры по эвакуации людей. 25. По возможности принять посильные меры по тужению пожара. 25. Оповещение о пожаре может осуществляться подачей звуковых или световых сигналов, трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 26. Услышав сигнал тревоги или текстовые сообщения, сотрудникам необходимо 27. Внимательно прослушать содержание передаваемого текста. 28. Закрыть окна, выключить оборудование. 29. Сотрудникам, имеющим самоспасатели, при сильном задымлении надеть их. 29. Потянуть помещение, закрыв двери, но не запирая их на ключ. 30. Работники режимных и других подразделений, для которых установлен особый режим доступа, при выходе из помещений, руководствующие действующими для них инструкциями. 31. Определить кратчайший маршрут к разрешенному для эвакуации выходу. 32. При движении не бежать, не толкаться, не создавать паники. 33. После выхода из здания найти своего руководителя и сообщить ему. 33. До приезда пожарных можно попытаться ликвидировать очаг пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 34. В первые 7-10 минут после начала возгорания это в ряде случаев удается сделать. 35. Не пытайтесь тушить огонь, если он начинает распространяться на мебель и другие предметы, а также если помещение начинает наполняться дымом. 36. Тушить пожар самостоятельно целесообразно только на его ранней стадии, при обнаружении загорания и в случае уверенности в собственных силах. 36. Если загорание не удалось справиться в течение нескольких минут, то дальнейшая борьба может оказаться не только бесполезной, но и смертельно опасной. 37. При неэффективности предпринятых действий необходимо быстро выйти на улицу. 38. И последнее. При нештатной или аварийной ситуации читать инструкции будет некогда. Изучите и запомните их заранее. 39. Продолжение следует... 39. Продолжение следует... 39. Продолжение следует... 39. Продолжение следует...